Друзья, быстрое видео по крипте. Смотрите, много сейчас суеты, паники в чатах. Кто-то уже все, кого-то ликвиднуло, кто-то троллит, просто говорит, что пойдем еще ниже, что вполне возможно. И я вот лично просто смотрю на 5-минутный график и наблюдаю за индикатором Tutsi. Вот такой вот индикатор, он бесплатный. Он показывает достаточно крутые сигналы на шорты и лонг. И вы знаете меня, кто смотрит уже давно. Но тем не надо говорить подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Потому что вы уже... Вы знаете, что я не скальпер и не торгую на 5-минутках внутри дня. Но сейчас решил просто посмотреть и рассматриваю также большую возможность на самом деле нивелировать просадку и отбить те потери, с которыми многие из нас столкнулись с вами. Даже кто торгует на споте. Я практически уверен, что ребята, кто торгует на споте, отдаляемся на часовик, у них тоже такие же большие потери. Не такие, конечно, полные ликвидации, как у маржинальщиков. Но смотрите, что показывает нам часовик. Посмотрим только биткоин сегодня, потому что альты все от него сейчас пляшут к доллару. Вот этот вот пролив дал нам желтую точку на сайфере. Двойное дно на RSI на часовике. И нам дважды сказали exit short. Вот здесь вот по тутсе. И второй раз после маленького шорта сейчас нам сказали exit short. То есть на часовике у нас все сейчас говорит за отскок. И если мы отдалимся вообще глобально на дневку или даже на недельку, на дневку, то по дневке у нас пока все еще горит short. Вот здесь был вход в short. И на RSI мы тоже как бы уже перепроданы, но еще, может быть, не так окончательно, как можем быть перепроданы. Но на недельке, что самое интересное, ребята, а неделька это старший таймфрейм, который нужно уважать, как вы, наверное, знаете. Здесь у нас был вход в long и никакого еще выхода из long и никакого шорта. То есть все вот это больше всего напоминает тупую манипуляцию. Поэтому месседж мой такой сегодня, что итог нужно ходлить, альты тоже нужно добирать, ходлить. Бычий рынок не закончен. Смотрите, у нас повышающиеся минимумы все еще. Даже с учетом вот этой тени. У нас повышающиеся минимумы, повышающиеся максимумы. Если не считать эту тень, то вообще вот так вот. И этот максимум тоже ниже, чем вот этот. То есть у нас абсолютно ясно бычий тренд. А задача манипулятора, естественно, всех запутать, кого можно ликвиднуть, кто с плечом торгует, а кто на споте заставить самому все это продать, засомневаться, понимаете, или там посеять панические инстрейнии, чтобы все набрали шортов. Поэтому смотрите, все вообще, на самом деле, все абсолютно говорит за продолжение туза муна и за лонг. Понимаю, что нелегко сейчас многим ликвиднуло многих. Меня самого ликвиднуло на огромные суммы, ребят. Даже без ликвидации, вот у меня портфель просел вдвое на банане, спекулятивный маржинальный портфель. High risk горит, то есть может ликвиднуть его. Огромные минуса, вот. А насчет того, что ходал побеждает, вот единственный лонг, который у меня не смыло, на самом деле, по-хорошему это... Ну какие-то я сам закрыл, по эфиру я успел сам закрыть, а по битку на фемиксе лонг, который я набирал тысячу лет назад, вот здесь вот кольнуло, по идее должно было на самом деле смыть, но не смыло. Я цену ликвидации сейчас чуть-чуть отодвинул, просто закрыл часть позиции. Не смыло, потому что не было ликвидности, еще раз вам говорю. То есть цена ликвидации была вчера где-то здесь, но ее не смыло, потому что вот это все манипуляция. Это все тупо сквизы. Поэтому, конечно же, дисклеймер не финансовый совет, но если вы все еще прислушиваетесь к моему мнению, то мое мнение, что достаточно уже паники навели, достаточно шумихи, и будет сильный отскок сейчас. Будет сильный отскок, и надо воспринимать эту просадку как возможность, ребята, возможность закупиться хорошенько и отбиться. Но я ни в коем случае не призываю вас к азарту, к тому, чтобы пытаться отыграться, именно если вы потеряли большие средства тоже. Тут надо с холодной головой думать, рассчитывать, но опять же, если мы сделаем вот так, а вы будете сидеть с холодной головой в тезере или в чем там, и не поймаете это движение. Вот палка о двух концах, поэтому решайте сами, напишите в комментарии, что делаете вы, будете ли вы ловить отскок, или будете ждать чего-то непонятного. Я честно вам скажу, я буду ловить отскок, но это дисклеймерный финансовый совет. А вы делайте, как считаете нужным. Еще раз напоминаю, что это гигантская возможность, то, что нам дает сейчас биток, купить себя так дешево, если вы посмотрите глобальную картину. Биток дает купить себя снова внизу канала, поэтому, ребята, решайте сами, будете ли вы это лонговать, или вы будете чего-то ждать. А с вами был Гринни, это канал Криптокомна. Спасибо, что смотрите. Всем профитролей, и скоро увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»